...представить... ...всего опыта, новый для него статус и задача. Это и реализация союзного договора, приняты основные направления по реализации, это и военная доктрина, утвержденная в эти дни, это и концепции миграционной политики, а, собственно, 28 отраслевых союзных программ, это фактически линия, это поток вопросов, которые необходимо будет нам кропотливо решать, нужно будет насыщать эти программы реальными законами. По словам Бориса Берзлова, реальные плоды союзного строительства россияне-белорусы смогут оценить уже в 2023 году. После встреч здесь... ...и дальше насыщенная программа Сергея Шойгу, сегодня ждут в Бресте на одном из полигонов, который будет задействован на совместных учениях, а Бориса Берзлова в российском посольстве, его график уже расписан очень плотно. ...константин родин, весь республик Беларусь. Как раз накануне в Беларусь прибыл российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Он примет участие в проверке силы реагирования союзного государства, которое стартует 9 февраля. Уже вскоре расчеты комплекса С-400 совершат марш на полигон в Брестской области. По прибытию российские военные проведут маскировку стартовых позиций и техническое обслуживание техники. Ну и затем заступят на боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО России и Беларуси. Совместные российско-белорусские учения вызывают повышенный интерес на Украине. В Минске заявили о незаконном рассечении границы украинским беспилотникам. Инцидент произошел на минувшей неделе. Белорусские военные посадили беспилотник и изучили данные о нем. Из них следует, что Украина направила летательный аппарат, чтобы шпионить за полигоном Брестский, куда для участия в маневрах прибывают российские военные. Военному атташе Украины в Минске...